Привет! Бренд «АвтоСтронг» широко известен качеством и привлекательными условиями покупки. Этими же преимуществами вы можете воспользоваться, купив мотоцикл у нашего нового подразделения «МотоСтронг». Все мотоциклы мы выбираем в Европе, привозим байки с минимальными пробегами и без аварийного прошлого. Также все наши скакуны продаются с полным комплектом документов и находятся в отличном состоянии. Обязательно звоните нам. Если вы клиент издалека, то мы сделаем честный виртуальный обзор мотоциклов. Обязательно поможем с доставкой. Кроме того, купленный мотоцикл вы можете оставить у нас на хранении совершенно бесплатно. Все ссылочки и подробности «МотоСтронг» в описании. Ну а прямо сейчас мы разберем маленький чисто японский двигатель Mazda. Итак, встречаем 1.3 NZR. В линейке силовых агрегатов Mazda есть двигатели Z-серии. Это рядные четверки объемом от 1.3 до 1.6, которые выпускались с 1995 года по 2014. В 2002 году двигатели обновились и перешли с чугунного блока цилиндров на легкосплавный. Вместе с этим обновлением появился самый младший двигатель объемом 1.3 и совершенно новый двигатель объемом 1.5. Различаются эти моторы диаметром цилиндров 74 миллиметра и 78 миллиметров соответственно. Они имеют цепь в приводе ГРМ. На впускном распредвале предусмотрен фазовращатель. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. Этот двигатель устанавливали на Mazda 2 двух поколений и Mazda Veresa с 2002 по 2014 год. В 2007 году этот двигатель обновили и у него появилась электронная дроссельная заслонка. Вообще этот двигатель 1.3 надежный и систематических проблем не имеет. Сегодня мы обратим внимание на важные особенности, о которых должен знать каждый владелец этого мотора. На многих автомобилях двигатель 1.3 MZR от Mazda работает с тряской на холостых оборотах при отсутствии нагрузки. Тряска очень неприятная и поэтому владельцы всеми силами и поскорее хотят от нее избавиться. Но не всегда это удается. В любом случае, если двигатель работает неровно, следует обратить внимание на следующие детали. То есть катушки и свечи зажигания, клапан EGR, сделать ревизию впускного коллектора, поискать подсосы воздуха и проверить частоту дроссельной заслонки. Также на неровный холостой ход может влиять неисправность клапана продувки адсорбера. Он должен держать вакуум от себя до впускного коллектора. На двигателях до 2007 года с холостым ходом можно поиграться, регулируя клапан холостого хода. Во многих случаях причиной вибрации двигателя 1.3 MZR могут являться изношенные демпферы опор силового агрегата. Ну а прямо сейчас по-быстрому раскидать этот мотор нам поможет суперслесарь. Встречаем, Николай! Мы начинаем нашу разборочку. Электронная дроссельная заслонка – это отличительная особенность последней версии двигателей Mazda ZJ. Она обогревается антифризом, никаких проблем не вызывает. Но владельцы ее частенько снимают и чистят для решения проблем с тряской двигателя. Форсунки и топливная система двигателя Mazda MZR не имеют недостатков. Бензонасос, регулятор давления и инжекторы работают отлично. Во впускном коллекторе двигателя Mazda 1.3 ZJ присутствуют заслонки системы турболизации, а в 1,5-литровом ZY есть еще система изменения длины впускного коллектора. Заслонки системой турболизации приводятся от электромотора, служат долго и никаких проблем не вызывают. Стоит отметить, что может возникнуть продольный, то есть осевой люфт заслонок. Тогда на холостом ходу впускной коллектор будет пощелкивать. Чтобы устранить эту неисправность, нужно подложить шайбы под шестерню оси заслонок со стороны электромотора. Двигатель 1.3 MZR оснащен клапаном EGR. Это электронный клапан с шаговым электромотором. Надежный узел, но не имеет обратной связи. То есть, если он заклинет в открытом положении, то ЭБУ это не увидит и двигатель при запуске получит порцию отработавших газов. Отсюда могут появиться проблемы с холостым ходом, низкой мощностью двигатель может вообще не запуститься. Поэтому раз в несколько лет стоит чистить этот клапан и можно проверить состояние его обмоток. Сопротивление между центральными и соседними крайними пинами должно быть 20-24 Ом. Двигатель Mazda ZJ очень чувствителен к состоянию свечей зажигания. Из-за износа электродов двигатель может плохо запускаться, также нестабильно работать на холостом ходу и расходовать много топлива. А вот катушечки зажигания служат очень хорошо. Легкосплавная клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая уплотняет весь ее периметр, включая гнезда свечей зажигания. Прокладка имеет хороший ресурс и этот двигатель не досаждает течами масла по вот этому уплотнению. Однако при ревизии тепловых зазоров стоит рассмотреть возможность о замене этой прокладки, если она потеряла эластичность. В приводе клапанов установлены тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов. Поэтому этот двигатель нуждается в регулярном контроле тепловых зазоров. Инструкция гласит, что тепловые зазоры надо по шуму проверять каждые 45000 километров. То есть, если двигатель подозрительно цокает, то следует пристально проверить тепловые зазоры. Но на практике этот двигатель ходит 200000 километров без регулировки тепловых зазоров. Случа в прогорание выпускных клапанов из-за увеличившихся зазоров нет. Тепловые зазоры в этом двигателе регулируются максимально неудобно и трудозатратно путем подбора толкателей. Существует 35 размеров толкателей по их толщине. Номинальные зазоры впускных-выпускных клапанов 0,3 миллиметра плюс-минус 0,03. Небольшая болячка двигателя Mazda – выход из строя датчика детонации. Когда он выходит из строя возникает ошибка. ЭБУ фиксирует некорректный сигнал. Исправный датчик детонации должен выдавать сопротивление 560 кОм. Плюс-минус 30 кОм. Для автомобилей Mazda 2 предусмотрено 5 бензиновых двигателей. Два из них объемом 1.3 и 1.5 имеют японское происхождение. В приводе ГРМ используется цепь. А вот все остальные двигатели – это агрегаты Ford. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Цепь на двигателе 1.3 аналогична цепи на двигателе 1.6 Z6. Это пластинчатая цепь Морзе. Она служит прекрасно, имеет отличный ресурс и едва ли зашелестит при пробеге 250-300 тысяч километров. Замена цепи ГРМ на этом моторе не требует специального инструмента или фиксаторов. Замена производится при выставлении поршня первого цилиндра в положении верхней мертвой точки. Все метки есть на шкивах коленвала и распредвалов. Привод ГРМ в отличном состоянии, цепь натянута, натяжитель выдвинут минимально. Если говорить о состоянии распредвалов, то все как новое. У вас возникает вопрос, почему мы разбираем этот мотор? А потому что этот мотор не востребован. Автомобили Mazda 2 в наших странах в основном ездят с Ford-овскими агрегатами. Посмотрите, какие прекрасные моторы к нам приезжают из Европы. Фазорегулятор впускного распредвала двигателя Mazda служит очень долго и без проблем. Ошибка по системе изменения фаз газораспределения и утреннее трактение фазовращателя – очень большая редкость для этого мотора. Вот смотрите, провисание цепи здесь минимальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГПЦ данного двигателя служит прекрасно. Никаких проблем с ней не случается. И в нашем случае никакого нагара в камерах сгорания. Единственное, что небольшой нагар на периферии. Блок у этого двигателя легкосплавный, гильзованный чугунными гильзами. Открытая рубашка охлаждения. Если говорить о состоянии, то хон как с завода, но присутствует нагар на периферии поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. А к этому двигателю отлично подойдет масло ARIOL Max Protect F с вязкостью 5W-30. Выгодно его приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG. При заказе скидка действует не только на масло, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech эксклюзивный дистрибьютор масел ARIOL в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Двигатель не перестает нас радовать. Коренные вкладыши без износа, шатунные вкладыши тоже без износа. Коленвал выглядит отлично, что очень важно. Маслосъемные кольца чистые, буквально прозрачные. Но единственный вопрос, который у нас возникает, откуда взялся вот этот немногочисленный нагар на жировом поясе. Конструкция поршней нас тоже радует. Да, у них т-образный профиль, но юбки немного удлинены. В каждом поршне просверлено по 6 отверстий для отвода масла и есть выемки под маслосъемными кольцами. Проблема повышенного расхода масла на двигателях 1.3 МЗР не является врожденной. Но маслосъемные кольца могут закоксоваться, залечь от использования некачественного масла. Тогда двигатель может есть 1 литр масла на 1000 километров. В этом случае раскоксовка вряд ли поможет. Придется снимать поршни и менять маслосъемные кольца. Верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. В блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена и сегодня мы разобрали образцовый надежный японский мотор. Именно вот такого качества компания «АвтоСтронг» продает моторы своим клиентам. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Для вас пока! 1 канал заходите на наш сайт.